Лазаревская Форевер Лазаревская Форевка Потому что все-таки зарабатывают, они уже, наверное, все стряпают. Уже деревенькие там подъехали. Я не знаю, как это деревенька, поселок, что это. В общем, идем сейчас на выгу. Выгуливаемся 31 минуту. Ну, а там дальше видно будет. Идем охотиться за перепечами. Они присылают с картошкой, с грибами. Ну, посмотрим, зачем они будут уже. Мало знает, кто это, что это. Зачем это, что такое перепечик. Айда с нами. Смотрите, здесь можно на таком-то блоге посмотреть маршрут, где мы едем. Вот, смотрите, у нас станция Чипца. Отправление у нас в 6.41. Следующие еще будут Кесла, Рещагина, Менделеева. И Пермь вторая в 10.04. Это мы приезжаем по местному времени. А вот эти станции, которые бледные, мы уже проехали. Давайте вернемся на главную. Посмотрели. Идем дальше. Последняя бабуля тут осталась. Вова купил, ты что, с чем? А угадай. Шпинат какой-то. Или эти, как они там, пистики. Пистики. А это что, с грибами? Они с грибами. Сколько стоит? Вообще прикольно. 30 рублей штука. 30 рублей штука. Ладно, попробуем. Надо было еще взять Максиму. Идея, возьми Максиму. Ребят, здесь только одуванчики пошли. Пилот Спиреи мы с вами проезжали. Сейчас подойду и покажу. Смотрите, целое поле одуванчиков. Солнышка пока нету, так они еще не очень распустились. А вот впереди куст Спиреи. Но это не тот куст, который мы видели на юге. На юге-то ведь и небольшие. Но здесь хотя бы такой. Тоже зелени мало, цветов много. Красота. Наш поезд совсем-совсем маленький остался. Вова купил. А, ну вот с картошечкой. Это мы по приезду с кофеечком с Максимом. Если Максим нас встретит, конечно. На троих сообразим. На троих сообразим кофе. Так что Максим, встречай. Максим это канал тоже Макс ТВ. Канал такой. Ну и он профессиональный провожающий, встречающий. Сейчас здесь немного погуляем. Сейчас там цепляют тепловоз. И мы едем дальше. Да, там тепловоз уже очень прицепили. Пойдем обратно. Вагон-ресторан. Вагон-бестро у нас называется. Так ни разу, кстати, не зашли. Там, скорее всего, тоже кормили детей. У нас дети с нами ехали. Возможно, что они уже вышли, потому что их не видно никого. Вагоны есть у нас и новые. Есть и старые в составе. Но у нас более-менее вагончик. Сейчас, кстати, покажем наше купе. Мы в купе остались вдвоем с Вовой. Мы сначала ехали вдвоем. Потом к нам подсаживались. Они сейчас вышли. Ехали одна женщина. Уже в возрасте. По-моему, 78 лет. И мужчина. Мужчине больше 80 лет. В общем, вот такие пожилые люди тоже путешествуют. Ребята, сейчас открыли погоду. В общем, такой прогноз. Вот эти облака красивые. Сейчас здесь в Чепце. Ну, сейчас утро. 6 утра. 15 градусов. Днем здесь 24 даже. Так что нормально, солнечно. Лето пришло к нам. Ребята, сейчас пойдем в вагон. Будем пить кофе с перепечами. Будем пробовать с грибами. С чем там? С пеканом. С пеканом. А еще как-то по-другому их называют. Пистики. И с картошкой мы привезем домой. Если нас встретит Максим, надеюсь, что встретит, будем там еще пить кофе. Возвращаемся, ребята, к нам в купе. Сейчас будем накрывать полянку. Посидим с вами, поболтаем. Вот у нас трех видов перепечи. Тут у нас остатки еды. У нас даже молоко есть. У нас сегодня будет кофе с молоком. У нас тут еще хлебушек остался, колбаска, помидорки. Ну и все. Сейчас скажем чипце. Пока-пока. Ребята, это наш купейный вагон. Номер 11. Сейчас вам покажем обзорчик нашего купе. Мы вам не показывали, по-моему, всю дорогу. В общем, у нас верхняя полочка. Смотрите, это наши вещи. В общем, здесь у нас спал Вова на верхней полке. Здесь у нас вот такая сеточка. Там можно всякие вещи положить. Полотенце повесить. Там еще вещи какие-нибудь повесить. Там брючки, еще что-то. Крючочек. Вот там такая большая полка, ребята. Это для чемоданов. Ну, это одеялки у них там лежат. Когда мы заходили, там все одеяла были и подушки даже. Дальше это вот такие ручки. За них держаться, чтобы залазить на вторую полку. Есть перевключатели. Можно свет выключить. Можно включить. Это я не знаю что. Нажимаешь, ничего не меняется. Это, видимо, вызов кого-то. Проводника или кого. Тут что-то там. Звук. Макси. Ну, не знаю точно. В общем, вот такая штука есть. Тоже на другой полке. Также имеется ручка, крючочки, чтобы вешать вещи. Мы вещи повесили там, пока внизу у нас висят. Тоже так же сеточка. Вот тоже постелька. В общем, второй этаж еще обустроен вот такой полкой. На полке можно тоже складывать свои вещи. Можно кушать. Можно там кружки держать. Ну, что хотите. Дальше стол. Ну, не смотрите. Это мы в чипце стоим. В общем, купили тут всяких перепечей. Дальше пошли. Здесь вот, смотрите, есть тоже свет включается. Выключается. И USB розетка, и обычная розетка. Сейчас покажу вам, какой свет еще здесь включается. Видите? Такая лампа. Я нажимаю. Выключается. И включается. Здесь аналогично. Все точно так же. В таких цветах РЖД сделано купе. Красный и серый. Дальше. Ну, вот тут у нас вещи висят. Ну, и вот можно полотенце повешать, допустим. Ну, вот так вот на плечике повесили толстовку, джинси. Есть вот такая лесенка, которая такая нормальная, плотненькая, широкенькая на ней. Очень удобно, кстати, лазить наверх. Тоже она так же убирается. Ее можно так вот захлопнуть. Ручка. Это я. Это Вова вам картышки там пилит. Сейчас будем трапезничать. И сейчас скажем чипцы еще. Пока-пока. Магазин Агапыч. Кстати, сто лет его уже не видели, чтобы он был открытый. Он с восьми работает. Видимо, не открывается. Дальше. Вокзал. Сейчас посмотрим здание вокзала. Облака, смотрите, какие красивые. Прямо здорово. Погода сегодня прямо так и шепчет. Идти погулять. Вот такая станция Чепаца. Ну вот. Здесь, кстати, вот такая шторка. И там еще вторая шторка. Более плотная. Ну, доставать не буду там. А через эту шторку вообще очень даже хорошо. И видно. И солнышко она загораживает. Паршида тоже так украшена. Вот этот тепловоз от нас отцепили. Все, пока покачиваются. Такие виды из окна у нас. Это салфетки не смотрите. Здесь чай пролитый был немножко, тоже не смотрите. В общем, смотрите, какие у нас перепечи. Сейчас покажу вам их поближе. Будем пить кофе с ними. Дальше мы будем пробовать барабулю. Барабулю купили в рыбном магазине «Океан», который называется. У нас такая традиция. Ну, обычно кельку в томате берем. Когда ехали в сторону Сочи, брали кефаль в томатном соусе. Ну, а наобратно, конечно же, барабуля. Так, у нас будет кофе в наших фирменных кружечках с пропеллерами. Кофе из кофе Туна. Молочко мы купили в этот раз в Сальске, потому что мы его просто забыли купить. Вот такой у нас стол. Сейчас все заварим и покажу. И по-трапезничаем вместе с вами. Иду, ребята, сейчас за кипяточком. Ой, где-то опять остановились. Ну, нам же лучше. Сейчас сходим, сбегаем с вами за кипятком. Там еще мужчина. Наша крошечка с вами фирменная. Сейчас покажу снова, как мы набираем воду. У нас такой кулер. Вот такой в этот раз. Красная кнопочка. Горячая вода. Подставляем крошечку. Наняем. Набрали, крышкой закрываем и идем обратно. Кстати, покажу. Вот здесь очень удобно смотреть расписание, где вы едете. Имейте ввиду. Несем кофе. Сейчас разбавим его молочком. Будет совсем вкусный кофе с молоком. Наши последние купе. И молочко туда. Открыли молочко. Ребята, смотрите, у нас вот такой ножичек тоже. Ну, типа он пирочинный. В общем, нас тоже на всех этих металлоискателях с ним пропускали. Никто ничего не говорил, что нельзя. Так что не пишите в комментариях, что не пускают с ножиками. Все пускают. Как же нам открыть молочко или порезать колбаску? Ребятки, мы накрыли стол. Вот у нас, значит, перепечи, помидорки, остатки. Мы будем пробовать барабулю. Сейчас будут открывать. У нас остатки колбаски. Охотничья трапеза. У меня заварилась и кофе. О, пьет чай. У нас еще молочко. Ну, давайте трапезничать. Открываем барабулю. Пробуем. Пробуем первый раз. Кстати, фирма Аквамарин. Обычно эти фирмы брали мясо криля. Баночка с ключом, кстати, хорошо открывается. О, так видно барабулю, ребята. Подвигивает такая. Барабуля в томате. Супер. Сейчас попробуем ее. За окном бегут бочонки. Бочонки. Цистерны. Цистерны. Максим называет бочонки. Это у нас вот такой стулик. Что, ребята, пробуем? Давайте вначале пробуем, наверное, перепечен. Давайте вот такой вот с зеленушкой с этой попробуем. Вот такие зеленые. Как там? Пестики, пестики. Не знаю, как. Нас так, кстати, трясет. Ну, так вот. У нас не предпоследний даже вагон. К нам еще прицепили один вагон. Так что это еще нормально. Если бы мы в последнем вагоне ехали, было бы вообще жесть. Давайте пробуем. Попробуем. Пай, дзинь, дзинь. Там в начинке присутствует яйцо. Я думаю, что это домашнее яйцо от домашних кур. Ммм, вкусно. Сейчас кофею нужно запивать. Так, сделайте. Ммм, вообще вкусно, да. Такой маленький бук-панк. Ладно, это попробовали. Сейчас мы попробуем перепичить с грибами. Грибы на вену рыжики. Грибы выглядят вот так. Поближе вам видно было. С грибами там вообще вот такие. Сколько стоит там? 30 рублей? 30 рублей штука. Любые. Ребята, это вкусняха. Это вкусняха. Ну и сейчас, конечно, попробуем барабуль. Приятно ехать, чего-нибудь жевать. Когда-то едешь еще в купе один. Опа. Так, покажу вам барабуль. Барабуля вот такая. Банка Аквамарин. У нас такие ложки-вилки с Вовой. Кстати, очень удобные. В Ампере брала. Там в наборе продается 6 штук. Загадай желание. Ой, кстати, у меня барабуля вон с головой. Я ее сейчас с головой съем. Так, у нас бывает желание. Но обязательно сбудется. Вкусно. Очень вкусно. Ребята, барабуля зачет. Мы брали другой фирмы. Она тоже была зачетная. Это тоже вкусно. Она прямо целые рыбки. Салфеточка вот так. В общем, барабуля сейчас у нас уйдет на ура. Ребята, всем приятного аппетита. Не будем вас задерживать. В общем, сейчас в окно вам еще покажем. Какая картина за окном. А за окном, ребята, березы. Почти лысые березы. Ребята, у нас барабулька улетела на ура. В общем, будете в Лазаревском, заходите в магазин Океан, который находится возле экстра магнита на Калараша. Вы ее спрашивайте. У них на витрине этой барабули нет. Вот так вот она выглядит. Вот видите, барабуля нарисована. Барабулька такая, султанка. В общем, фирма Аквамарин очень прямо вкусная. Зашла на ура. У них, главное, там есть вот этой же фирмы разные всякие. Там и Сайра, и Сардина, там не знаю, что еще. Типа кильки. А мы их, главное, вначале спросили. Она говорит, нет, нету. А потом сама же откуда-то раз такая достает, а вот, говорит, есть. Забыла только, сколько стоит. 200, 220, что ли. В общем, такая баночка. В общем, такая баночка. Да, она очень вкусная. Обжаренная в томатном соусе. Мы рекомендуем. Ну вот и все. Наша поездка, ребята, подошла к концу. Мы встаем белье. У нас от РЖД остались вот такие десертики. Сейчас мы напоследок еще по десертику съедим. При биотике, без сахара. Наша купешка остается совсем чистой. Мы все тоже прибираем за собой. Даже скатерть я сдаю. В общем, вот так. Ребята, скоро будем уже выходить. Наше путешествие закончилось. Почти закончилось. Путешествуйте с нами. Так приятно в окошко смотреть. Ребята, едем, пробуем последние вот эти наши пачки. С прибиотиками. Вкусняшки от РЖД. Вкусняшка, да, от РЖД. Без сахара. Ах, вкусно. С бананчиком. Вкусно. Без консервантов. Без ароматизаторов. Без сахара. Обогащен прибиотиком. Вкусная пирожка. Без сахара. Спасибо, РЖД. Как раз то, что надо. Сейчас прибиотики нужны. Наверное, люди жаловались, а то все-таки какие-то булки давали, хлебцы давали. Сейчас зефирка, кто любит сладкое, и вот такая штучка. С прибиотиком. Кстати, могли бы давать йогурт какой-нибудь, да? Там можно даже такой, который длительного хранения. Нет, этот-то не портится. Это вообще идеально. То, что доктор прописал. Нам остается, в общем, ехать. Снежка. Это около полтора часа. Перещагина мы уже проехали. Сейчас будет Менделеева. И теперь вторая. Теперь вторая, да. Там нас, надеемся, встретят. Максим обещал встретить. Максим, ребята, еще раз говорю, это канал Макс ТВ. К нему тоже подписывайтесь. Я в описании сделаю ссылочку на его канал. Мальчик ходит, лазит на крыши и снимает виды города. Еще иногда он поездки выкладывает. А еще иногда футбол. В общем, сами все увидите. Заходите, посмотрите. Заходите и смотрите. Виды из окна, ребята. Это вот Пермский край. Березы распустились. Мы, кстати, помните, не помните, мы уезжали, и на березах даже не было ни листочка. А теперь и не зеленые. Ребята, знаете, какая моя сейчас самая большая мечта? Это попасть домой, залезть в душ, выпить чашечку кофе и спать. Это самая большая мечта. После трех дней поездки, просто уже жарко, уже как бы уставшие такие, после такого отдыха надо, конечно, отдых. А какая мечта у тебя? Нет, спать, завалиться надо. А помыться? Помыться само собой. Это уже на автомате делается. Так что вот одна у нас мечта. Принять душ и выспаться. Ребята, вторая моя мечта, это, конечно же, снова поехать на море. Хочется обратно. Хочется развернуть этот поезд, пусть он едет обратно на юг. Вот на юг едешь, и когда подъезжаешь к югу, как-то настроение совсем другое. Домой едешь, вроде бы и солнышко светит, вроде бы и домой хочется, но все равно что-то не то, чего-то не хватает. Не хватает, ребята, моря. Туда подъезжаешь, море тебя встречает. Оно с волной обычно. Как бы ты такой, как сказать, ждешь его. Оно тебя ждет. В общем, так клево. Ну что, вот это видео, ребята, выйдет уже заключительным у нас. В плейлисте будет, скорее всего, что май на море. Май 2023 на море. А следующее видео мы уже будем, скорее всего, что выпускать. Это будем готовиться к новой поездке на море. Снова будем покупать билеты. Снова будем забирать сумки, чемоданы, что-то, может быть, прикупать. Ну и все увидите на нашем канале. Думаю, что будет интересно. Поедем в октябре. В октябре закрывать сезон. И не пишите, что лучше ехать в сентябре. Нет, в сентябре мы ездили очень много раз. Мы ездили в июне очень много раз. Мы раньше ездили июнь, сентябрь. Но это не то. Как бы июнь, это как бы тоже еще вроде и не сезон, но уже дорого, цены как бы выросли. А сентябрь, он обычно бывает вот в последнее время какой-то дождливый. А октябрь устанавливается как раз такая шикарная погода. Прошлый год, 20-й год, ребята, был просто шикарен. Они были в октябре, погода была лучше, чем даже летом. Мы накупались, наплескались, мы везде ездили. И обязательно в октябре поедем на Роза Хутор. В этот раз у нас не получилось на Роза Хутор по погодным условиям. Потому что там около нуля градусов, там постоянно лил дождь, а в горах еще лежит снег. В общем, видимость нулевая. Нам же виды, надо посмотреть виды. Самое, зачем ты едешь в Роза Хутор, это подняться в горы и посмотреть на горы. Воздух там, конечно, совершенно другой. Ну, мы обязательно с вами съездим в октябре. Мы даже нисколько, в принципе, не переживаем. Осталось-то подождать совсем чуть-чуть, полугодика. А вы смотрите это видео, уже даже не полугодика, наверное, месяца уже три остается. А может быть, ну, три с половиной. Ладно, сейчас уже будем подъезжать, в общем, выходить. Надеюсь, нас встретит Максим. В общем, все увидите. Смотрите дальше, не переключайтесь. Вот такой шикарный вид у нас из окна нашего купе. Рельсы бегущие, деревья. Солнышко светит. Хорошо возвращаться, когда не дождь. В дождь тоже возвращаться как бы не очень. Ребята, наши чемоданы уже готовы на выход. Ну, и мы уже собрались. Сейчас, ребята, мы ждем мост. Переезжаем через Камский мост. И, в принципе, мы уже дома. На Перминтовой. Это здесь уже идет, как называется? Пермь сортировочный. Пермь сортировочный. Уже подъезжаем на подъезде. Ребята, столько одуванчиков. Как раз в него только-только распустились. Пром-участок остановка проехали. Все, ждем мост. Еще чуть-чуть. Еще 10 минут. Ребята, езжаем на Камский мост. Еще 2 минуты, и мы на Перми второй с вами. Ну, вот, ребята, и идут последние минуты в этом поиске. В 354-м Адлер-Пель. Наше путешествие заканчивается. Но впереди еще много роликов, которые вы обязательно увидите. Вернее, мы будем сейчас уже снимать новые ролики про то, как будем собираться уже в октябре. Ну что, будем выходить. Нас должны встречать. Надеемся, нас встретят. Вон, наши чемоданы уже к выходу подготовились. Сами едут уже. Сами едут. У них колесики есть. Мы их только подталкивать будем. Направление давай. Да. Давайте я просто вам покажу виды из окна. Из окна вот такие виды. Сейчас догоним, перегоним. Поезд РЖД. С ДМ, не знаю, как читать. Там 8, ДМ, 1. Короче, читайте сами. Дм, не сердце. Да. Вот такой вот паровозик. Паровозик по Капкарпу. Мы тебя обогнали. Все. И мы уже, ребята, на Перми второй. Сейчас, если у нас там есть такой паровоз зеленого цвета. Если у нас там тоже его сейчас сниму. Вот он такой зелененький паровозик стоит. Ни разу не могла успеть снять его. Там с вагончиком еще. Вот такие, да. Ребята, мы на Перми второй. Нас встретили ребята. Чемоданы едут сами, как я вам говорила. У нас колесики есть у чемоданов. Нести ничего не надо. Главное направление показать. Вот видите, как все шикарно. Все. Сейчас двигаемся в сад камней. Ребята, вот мы вернулись. Это Пермь вторая. Смотрите, здесь произошел маленький ремонт. Колокольчик, который мы звоним постоянно, его убрали. Ну, скорее всего, что его вернут. Катки такие стоят. Какие-то машины техникам. В общем, асфальт. Но зато у нас ровный асфальт. Теперь Чемодана наша точно укатится по этому асфальту ровному. Вообще замечательно. Зато погода такая хорошая, жаркая. Хоть погреемся. А то в Сочи как-то прохладненько было. Вернулись в лето. Да, вернулись в лето. Пригнали. Ребята, вот мы прошли по этой новой асфальтированной дорожке с Перми второй. И к нашему любимому кофе-автомату. Как его там называется? В общем, берем кофе, идем в сад камней. На, здесь трамвайчики. Остановка трамвайная. Кофе 40 рублей, большой стакан. Ребята, сад камней. Тоже все цветет. Яблони цветет. Я сейчас вам даже подойду и покажу. Вот здесь устроились. Ребята, это футболочка хомыта в столовочках. Да, жарко, потому что 23 градуса. 23, а мы как зима горы. Вернулись из Сочи. Да, да, да. А здесь с Югоф. Мы с Югоф. Мы погреться приехали. Погреться. Так, сейчас вам подойду и покажу вот эту яблоньку. Правда, немножко по травке придется пройти. Думаю, ничего страшного. Смотрите, какая красивая яблонька. Там птички. Ой, такой шикардос. Вообще шикардос. Поближе показать. Яблоня в цвету. Надо вот отсюда вам заснять. Тоже красиво смотрится. А запах-то, запах-то, аромат какой. Вы уже, ребята, будете смотреть это видео. Эта яблоня уже не будет цвести. Потому что уже будет где-то, наверное, июнь или июль. Посмотрим, как у нас видосы пойдут. Вообще, вот такая красота. Красота-то какая ляпота. Лето. Лето. Сейчас пойдем на камеру загадать. Ну, сейчас мы не пойдем точно. Мы сейчас до дому поедем. Сейчас сначала до дома. Нас я участвую. Сидим, отдыхаем. Ребята, смотрите. Романтик кафе трамвай. Романтик трим. Я катался на кафе. Советую, рекомендую всем. Максим вам рекомендует. У меня даже в ролике есть доказательства, что я катался. Там еще у нас скрипка девушка играет. Вот такое кафе у нас есть. Ну, навстречу обычный трамвайчик. Все, ребятки. Едем домой. Вызываем тачку. На этом наше видео заканчивается. Идем, ребята, берем такси. Едем домой. На этом мы закончим наши репортажи о путешествии. Всем спасибо. Все свободны. Все свободны. Подписывайтесь к Максиму. Макс ТВ. У меня прям королики есть. Как я болею за свою любимую команду. Мы уже рассказали в предыдущем, когда в поезде ехали, про тебя что? По крышам лазит. Я думаю, забег вам понравился. Как я классно пробежал, как футболист. Как футболист. Думали, в игровой футболке был на тот момент. Вот там впереди у нас Пермь вторая. Мы туда вызываем такси. В общем, едем до дому. В общем, ребята, заканчиваем видосики пока. Ждите новых видосиков. Ну, а сегодня всем здоровья, всем удачи, всем пока-пока-пока-пока. Пока-пока.